Учитель... Хэй! Учитель... Хэй! Учитель... Хэй! Спасибо большое за донат. С текстом продолжаем изучать еду с соколом. Вот, учитель... Хэй! Спасибо большое за донат. Зефир. Полезный, дорогой или обычный, подешевле? Пробую, какой вкуснее. Дегустация. Приветствую тебя. Когда уже будет, как бы, маффин с копром? Ищущий, сегодня у нас старая добрая рубрика вкусный. Не пирожок с говном, а маффин с копром. ...и гадости. Почему эта рубрика старая добрая? Потому что она тебе очень понравилась, несмотря на то, что это всего лишь второй ролик. И был всего один ролик, но процент, коэффициент лайков и дизлайков был сумасшедший. 90... Да ссать на лайки и дизлайки, там 2000 просмотров, блядь. 95% лайков. Всем понравилась эта рубрика. Сокол, пробуй еще все, что только не поп... 95% лайков, это значит, что видео посмотрела только лояльная аудитория, только твоего собственного канала. И все. И больше никто эту хуйню не открывал. И, в принципе, так и есть. Там, типа, 2000 просмотров. Блядь, про Арию, там, 7,5 тысяч. Там, про Хованского даже он умудрился 7 тысяч набрать. Про все, что про Дубинина, там, про Арию, все всегда, конечно, напоминает, ну, набирает еще больше. То есть, 95% лайков значит, чтобы никто не посмотрел, кроме твоих собственных подписчиков. То есть, как в собственном дерьме, типа, лежать, вариться и все такое. Наоборот, я мечтаю, чтобы у меня было 100 тысяч дизлайков. На самом деле, островки безопасности нужны, чтобы не платить чаевые в ресторанах. Так, у нас новый кандидат на роль самого шизанутого донатера. Спасибо большое, гигант Зефиром. Ну, по идее, конечно, больше советовали всякую гнилую рыбу. После закрытия дизлов их стали меньше нажимать. Ну, может быть, да, то есть, уже народу не так... Он, знаешь, типа, дурачок, короче, из зрителей уже не такое, типа, моральное удовлетворение чувствует, потому что он сделал великое и очень значимое и важное дело, поставив свой ебаный дизлайк, блядь, на видос, который ему почему-то не понравился. Неважно, при этом, этот видос реально полная хуетень и там плохо сделан. Или же просто, блядь, там говорится что-то, что неприятно дурачку. Может быть. ...либу или еще один, типа этого, но сегодня у нас совершенно... Тысячи хоть и две, а электросамотыка, камеру он купил, задумайся. Я вот об этом задумался, как он это мог сделать, при том, что я это не мог сделать. И я понял такую хуйню. Если у Сокола доход, предположим, со всей его хуйни, и неважно, каким именно он образом, блядь, по сравнению со мной его фармит, потому что я считаю, что то, что фармлю я, оно гораздо честнее, блядь, чем то, как Сокол, блядь, типа, ну, за какую-то там, за суперхуевую рекламу, например, то, что он берет деньги, мне было бы стыдно у себя на канале делать рекламу. Я ее готов сделать, скажем, за 500 рублей, там, за... В любом видосе, за, не знаю, за, там, блядь, косарь, ну, какие-то такие, допустим, суммы. Вопрос в том, что я всегда, если мне кто-то... Вот я, например, Димон Гитарной Истории даже у меня хотел зареквестировать рекламу в самом начале, когда у него еще канал только-только начинался. Я ему отказал, я ему кинул свои, типа, обсуждения в паблике у меня ВКонтакте, специально есть, в котором я все подробно расписываю, то есть, чтобы человек понимал прикол этого, значит, рекламы. И там написано прямо, что реклама не имеет смысла. Я могу это сделать, там, типа, преролл, отдельное видео даже какое-нибудь, и, там, такие-то у меня условия, но я прям даже написал, что вы должны понимать, что реклама будет полное говно и абсолютно не будет работать. И могу от себя посоветовать, типа, плейлист, допустим, как продвигать видео на Ютубе, вот просто посмотрите, это бесплатно вообще, можете задонатить по желанию. И... Блядь, не знаю, или дать мне денег, чтобы я, допустим, проконсультировал по Ютубу, потому что от этого больше будет пользы. Ну, сколько людей подписываются на другую... Ну, именно реклама канала, например, точно не имеет смысла. Если ты у другого ютубера рекламируешь свой Ютуб-канал, именно используя рекламную какую-то интеграцию, а не кросс-промо, это абсолютно бессмысленная хуйня. Вот. То есть я просто не беру такую штуку, потому что мне не хочется брать деньги за то, что, очевидно, не то, что человек ожидает. Получить от меня. Не то, что... Ну, как бы вы поняли, о чем я говорю. То есть, не знаю, донатить мне или покупать у меня рекламу для того, чтобы именно, блядь, что-то прорекламировать, это самое бессмысленное именно вложение денег в плане рекламы. Это гоняет только в том случае, если ты, например, хочешь совместить, поддержать Моисея, и чтобы Моисей, ну, хоть чуть-чуть, какой-то там отдачу тебе дал за это в качестве, там, рекламы небольшой. Только тогда. Новость прошедшей недели заключается в том, что я решил выпустить немного природного газа и обнаружил, что сегодня он у меня жиженый. Вот, спасибо большое, Артеми Элл, за донат. Вот такие донаты имеют смысл. И они честные. То есть я поймал этот донат, я его увидел, я на него отреагировал, я считаю это честно. Вот, я к чему это все говорю? Что у Сокола, мне кажется, что он то, что он берет рекламу в своих роликах и рекламирует, блядь, в ролике, который смотрит вообще просто хрен знает кто, типа, блядь, автозаправка в городе Усть-Пиздюйск, там, что-то такое у него было. Вообще какая-то срань. Или типа подарки, там, ну, как... То есть просто вообще пиздец. И у него, ну, на голубом глазу он это делает. Плюс то, что как он на стримах может скипнуть просто донат, если он ему не понравился. Я тоже считаю это нечестно. Ну ладно, неважно. Давайте допустим, что у Сокола денег так же по количеству, как у меня. Дело в том, что я, когда мне, условно, предположим, я поймал, давайте допустим, две тысячи рублей за сутки. Из них пятьсот откладываются на оплату жилья плюс-минус, а полторы я просто, блядь, проедаю, как подлая свинья. То есть я... Потому что не готовлю и не ем, как Сокол. А Сокол же он жрет, типа, соевую хуйню всякую. Он покупает веганскую вот эту вот всю свою срань. Он показывал, что он ест в целом. И в основном он ее и ест. А я на доставках все время, как, блин, баран, потому что я готовить не люблю, не умею, не хочу учиться и капец как люблю вкусно жрать. Мне это важнее любого там бухла, сигареты и всего на свете. Я поэтому... Я стараюсь как-то это сдерживать, но вот как сволочь просто слишком... Автозаправка в Усть-Пиздюйске. Автозаправка в городе Усть-Пиздюйск. Без нас вы останетесь здесь навсегда. Отличный слоган, кстати говоря, да. Как в том было, типа, хочешь уехать из Балаших и учи иностранный язык. Злю по коня. Смешные видосявые, глубокие комментарии по всякой хуйне. Ну, понятно. Затонатил мосяке 25 рублей на рекламу Поблоса, а в подписке только его самого получил. Ну, вот так, да. То есть, это... Это бессмысленно. Я это говорю. У Сокола тоже бессмысленно, но он вот берет деньги за это. Так вот. Я думаю, что просто из-за того, что он не платит за жилье, типа, кроме коммуналки, потому что он там с женщиной живет. Плюс еще она у него тоже работает. И плюс он на Хрючева тратит супермало денег. Ну, и плюс там не пьет, не курит, я не знаю. Вот все. О, видимо, у него остается дохера бабла. Или даже не дохера, а мало, но ему особо, походу, оно ни на что не нужно. Ну, то есть, он ни на что особо не тратит, кроме как на всякую вот такую срань по типу там, электросамотык, телефон и прочее, прочее. Вот. Я вместо этого жру просто. Это, наверное, глупо и неправильно. И надеюсь, что я смогу как бы... Мне, конечно, хотелось бы просто тупо больше денег получать и все. Соевое говно дороже обычного с прессертиями. Ну, в принципе, да, по факту. Но еще раз. Соевое говно, купленное в магазине или, блядь, доставка? Просто я думаю, ну, я не думаю, что Сокол тратит на еду там, косарь в день. Сомневаюсь. Мне кажется, меньше все-таки. Прекрасный. Возможно, что он как-то что-то оформил и как-то кредиты умудряется просто брать и все. Я не знаю. Сказать сладенький выпуск, потому что мы сегодня пробуем зефир. Зефир из обычного магазина, который с сахаром и зефир из магазина полезных продуктов, которые без сахара и... Давайте же незамедлительно начинаем. Вот, короче, да. У меня два путя. Либо, чтобы было гораздо больше донатов, либо, чтобы я меньше заказывал доставок и больше ел какое-то хрючевое домашнее более-менее. Ну, или даже не то, что прям домашнее, что-то просто, что вкусно и что не супер дорого. Можно дома как-то сделать. Но это хз. Это либо дашу байтить, либо какие-то там каши, короче, покупать, готовы, заваривать. Сами можете знать, сахар это яд. Сахар убивает кожу лица, старит ее, от нее сыпятся зубы, сыпется кожа, и это вообще просто самый натуральный яд. И, конечно же, этот зефир из магазина полезных продуктов, он без этого вещества, что, соответственно, делает его гораздо полезнее. Но делает ли он его вкуснее? Вот в чем вопрос. Потому что, как мы сами знаем, здоровое и полезное питание, оно не всегда бывает для основного массы. Обыватели не всегда бывают вкуснее, чем обычная, привычная вот эта вот жирная сладкая пища. И давайте же мы сегодня проверим именно вкусовые качества. Сразу же давайте огласим цены. Этот зефир, который называется Шармель, или просто Шармель, по-русски говоря, фирмы кондитерской фабрики Ударница, стоит 190 рублей. Я хотел взять идентичные вещи, и у нас вот эти вещи полностью идентичные. У нас ванильный белый зефир и ванильный белый зефир у обоих. Фирм с сахаром и без сахара. И красненький я взял, так как был только... Я полистал фанфик про Сокола, но там очень много просто текста. Билл Гейтс, спасибо за это. Спасибо большое, ты скромничаешь. Ну ты скромничаешь. Я когда-то кидал тебе донат с рекламой корпорации Майкрософт, и после этого рост прибыли Майкрософт составил почти 50%. Ну слушай, ну тогда значит получается, что есть смысл у меня рекламироваться. Тогда беру свои слова обратно. Спасибо большое, Билл Гейтс, поздравляю с прибылью. 190 рублей? Сколько вы думали, стоит этот зефир из магазина полезных продуктов? 300! 42 рубля! Я кстати когда-то высчитывал, что у Билл Гейтса по-моему посмотрел на какую сумму за год изменился у него капитал, и у меня получилось, что он что-то типа в секунду 10 тысяч рублей в пересчете на рубли фармит. Что-то такое примерно. Или косарь, я не помню. Что-то такое. Что по граммовке? 200 грамм, 255 грамм. То есть этот проигрывает и по цене, и по весу. Этот весит больше, это я именно про личный капитал его говорю. Стоит дешевле. Соответственно, легче, дороже. Я думаю, чтобы для самой достоверности мы начнем с ванильного, а потом перейдем к этим клубнично-клюквенным. Клубнично-клюквенный мы оставляем в сторону и открываем именно зефирочку, нашу ударницу. С арматом ванили, с сахаром. Поставляется все это вот в таких вот коробочках. Просто лежит. Не замысловато. Нет, здесь замысловато. Здесь помимо пленки, которая все это обволакивает, здесь у нас еще и подложечка пластиковая. Поэтому запах валиния. Я чаек приготовил. Сегодня сладенький выпуск. Обожаю это. Вот что-то вкусное мы с вами это будем тоже пробовать, потому что сокол очень любит сладкое, сокол любит вкусняшки. Соответственно мы берем зефирочку одну, кладем ее на красивое блюдечко и убираем остальное. Убираем остальное обратно. Не, мы ее сейчас не будем убирать, просто положим на столик. Открываем. Полезный зефир. Так, здесь у нас уже не просто какая-то пленочка. Оооо. Здесь у нас каждый в отдельном пакетике. Посмотрите. Просто в отдельном пакетике и каждая штучка. Вот это все это вис. Так, убираем. Давайте прежде чем мы. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, как он выглядит и положим. Не просто минуту, каждую секунду. То есть Билл Гейтс может каждую секунду не знаю. В общем, что-то может. На блюдечко и незамедлительно. Ооо. Оо. Типа был же даже какой-то прикол, что Билл Гейтс такой блин, хочу купить себе Теслу. Сейчас накоплю. О, готово. Покупаю. О, это не просто. Это что-то необычное. Пахнет. Магнитис стоит 125, у него плюс 300. Ты вот суди, сколько он на хавч саживает. Ну, тогда получается, что Альфонс и, не знаю, мамка помогает или что-то еще делает такое. Я не знаю. То есть, если у него... Ну, я предположил, что если у него так же, как у меня, примерно, деньжат, то возможно, что у него остается на всякую полную поебень просто тупо потому, что он не тратит так, как я. Ну, причем, если на жилье я не могу не тратить, это, блядь, как? Никак. Но на хрючево это уже просто вот такое мое... Такой вот грешок за собой имею. Или не грешок, что, блядь, вот хочу вкусно жрать. И все. Ничего не знаю. Вот. Ну, я просто предположил, что, может быть, экономя на жилье, экономя на доставках, у него остается бабло и все. А больше чего, в принципе, и надо в жизни. Если он особо никуда не ездит, если тур у него там как-то плюс-минус, плюс в ноль там в какую-то залупу выходит, вот, если на клипы он там планеты собирает, может быть, просто реально и все. Дуряюще, как этот. Этот сильнее прям пахнет, но этот по-другому выглядит, и у него совершенно другой размер, плюс он другой, совершенно цветом. И по консистенции он такой липковатый, а этот, его берешь, и на руках ничего не остается. Этот прям липкий. Так, интересно. Такого зефира, такого зефира я никогда еще не пробовал. Так, ну что ж, это тоже мы откладываем. Это мы откладываем. Так. И давайте же прочитаем, прежде чем мы начнем, прочитаем, что написано в составе. Обычный зефир. Состав. На первом месте, естественно, сахар. Сахар на первом месте, потом яблок. Калорийность. 324 килокалории на 100 грамм. Что же у нас в здоровом? На первом месте идет смесь подсластителей. В скобочках мальтит. 170 килокалорий на 100 грамм. Этот менее калорийный. Менее вредный, менее калорийный. Мальтит. Убираем. Убираем его обратно. И что же? Вглотнем чай немножечко. Многоатомный спирт. Используемый в качестве сахарозаменителя. А это точно полезнее? Самое главное начинается. Пробуем обычный зефир, который называется шармель. Запах прекрасный. Оба зефира не дешевые, и этот зефир очень вкусный. Он не водянистый такой, он немножко суховатый. И из-за этого нету такого ощущения, как у другого зефира. Когда его ешь, он прям так растворяется во рту. Он и не такой, как кусок кожи, который во рту ты ему слякаешь. Кожаный брелок в рот взял, такой, зачем брать кожаный брелок в рот, непонятно, но... Бля, он... Каждый раз, когда жрет, будет музыку, типа, накладывать, что ли? Типа, как будто происходит что-то невероятно эпичное. Растворяется так, как надо. Не раньше, не позже. Прекрасный вкус. Ты платишь за жилье, а он нет, вот и считай. Так еще раз, я не так много плачу за жилье, вот в чем дело. Не сильно пересахаренный, но и не мало. Засахаренный, то есть, ну, прям, хорошо сделано. Я очень доволен, собственно говоря, сам этот шармель. Ну, с другой стороны, блядь, даже экономия, короче, неистово. Я, ну, блин, такую полную хуйню, короче, как Сокол, то, чего он набрал, типа, электросамотык, там, телефон за 90к или еще что-то, какие-то, блядь, камеры за 200к, я бы такой хуйни все равно не брал. У меня был какой-то список, типа, ну, блядь, я все равно тратил бы на даже, наверное, не особо материальные какие-то такие вещи. То есть, будь у меня просто куча лишнего, ну, не лишнего, а лишними деньги не бывают, да, как бы, свободных денег. Из материального что нужно? Не помню. Я бы петушев стал, короче. Не дешевый? 190 рублей. То есть, у нас и за 90 рублей зефир продают, то есть, ну, вкусный, вкусный. И то не факт. Не знаю, что. Сейчас идет у нас месье полезный. Полезный, липкий, малокалорийный. Да я тоже сплю в говне. Иный, дорогой, зефирчик, так, давайте же освежим рот чаем, чтобы дегустационные вкусовые сосочки все у нас. Пришли в норму. Ну что же. Сумасшедшие деньги. Все ради вас, ради контента. Купил просто 342 рубля. Сумасшедшие деньги. Не будет сумасшедшие. Вы знаете, четкое четкое ощущение, что это какой-то яблочный вот этот батончик, знаете, сладкий, который продают, которые такие коричневые внутри. Вот, патока, вот, патока. Это прям патока. Если брать, он не сказать, что слишком сладкий или слишком не сладкий. У него нормальный вкус. Бля, я настолько зумер, что вот я слово патока буквально слышал только от Сопрыкина в контексте слащавая хуйня и от Сокола в контексте что-то очень сладкое. Типа и все. То есть я даже не знаю, что это такое. Это какая-то, видимо, сладость прошлых поколений. Растворяется он по консистенции более твердый, чем вот этот, растворяется медленнее гораздо. Дорогой растворяется медленнее, чем обычный. Но по вкусу, что я могу сказать? По вкусу это ты ожидаешь, что будет зефир. Здесь ты ешь яблочную вот эту, пастила, пастила, вот не патока, пастила. Пастилки яблочные. Чуть-чуть менее насыщенные, чем сами пастилки, но это одно и то же. Это прям не зефир. Тут безусловно побеждает обычный зефир. Это прям он тоже есть разный. Но вот этот зефир, он прям вкусный, не сильно сладкий. Ну, для кого как. я люблю сладкое, но это тоже можно есть. Но скажу так, это на зефир очень походит мало. Не, это вообще не зефир, это другое что-то. Называть это зефиром странно. Безусловную победу одерживает самый обычный зефир из обычного магазина, который с сахаром. Вот вместо него бы добавили вместо сахара бы какой-нибудь заменитель. Вот было бы интересно. Здесь насыщение пропорции именно вот этих яиц, там, патоки, какой-то вот короче говоря, это очень странно. Этому зефиру мы даем попробую еще раз. Этому зефиру мы даем ну 4 балла точно. То есть, наверняка есть еще вкуснее, чтобы, но 4 балла он заслуживает. Более дорогой зефир получает музыка странно. Из 5. Оценки мы выставляем 5, это максималка. То есть, обычные 4 балла, дорогой 2. Ну и сейчас незамедлительно сразу же мы быстренько продегустируем точно так же с дополнением вкусом. Здесь у нас ванильный клюкриный, а здесь у нас с начинкой и вкусом клубника. Тут еще и внутри что-то будет. Так, давайте же откроем. Наху я покупать дорогущие обои? Это же, блядь, обои. Слушай, я в принципе настолько как бы панк в этом смысле. Не как Хованский, конечно, но в целом что-то похожее. То есть, мне наоборот нравится, когда все просто практичное. То есть, мне вот настолько в этом плане типа красота какая-то или там эстетичность не волнует. То есть, главное, чтобы просто было удобно раскидать свой хлам, как ты, не знаю, не все. незамедлительно было. Переложим от жопы, помочь, что было, уберем ее пока отсюда. Посрать. Нафиг. Так, открываем, дорогой. Черт, дорогой потратил сумасшедшие деньги. Так, он уже на вид более презентабельный. Тот еще и грязный был на вид, понимаете? Грязный этот на вид чуть-чуть красноватый как-то веселее выглядит. Веселей, бодрей. Блядь, сколько же он зефиров ты этих накупил, охренеть, а? Шармель, кстати, видите, тут буква Z, то есть поддерживают спецоперацию. Не знаю, что там, по-французски можно. Блядь, это всегда супер кринж, когда сокол что-то пытается изобразить на каком-то иностранном языке. Это просто ужасно. В принципе, как и когда он по-русски говорит, но это особенно. И этот уже не такой декорный канал сатаны. Прям как будто тоже грязный. Вот по виду они сравнялись. Дешевый, ванильный, магазинский. Он и по внешности, и по вкусу все уделал просто дорогой. Здесь по внешности они оба выглядят ну так себе, грязновато не очень. Давайте запьем немножко и сразу же незамедлительно сделаем укус дорогого. Сразу же с дорогого начнем. Такая же хрень. Яблочные. По стилке в середине джем. Такая же ерунда. Двоечка с натяжкой. Запьем это все чайком. Блядь, такая странная музыка, это пиздец просто. Великану, смотрю, любит сокола. Про него видосов больше, чем про других. Ну, мне донатят, я смотрю. Не донатят, не смотрю. У меня, видимо, мои донатеры любят мои реакции на сокол, и вот и все. Так, ну давай, не подведи. Обычные ванильные клюквины. Патока из Аруса. А есть видео, где он сравнивает какашки. Это Артемий Эл должен был задонатить. Хотя Артемий Эл должен быть сам экспертом в этом, как бы, большем. Кто бы то ни был. Вот это, зефир. В легонький вкус клюквы добавлялся к ваниле. Прекрасно. Хочу сказать, что это снова 4 балла. Это снова 2 балла. Прямо с натяжкой. Вот, ну прям плохой зефир. Вот не рекомендацион. На прям откровенную гадость он не тянет, но и даже близко, ну больше гадости, чем к вкусности. Дорогой зефир и обычный зефир с сахаром от фирмы который называется Шармель от фирмы Ударница. Лучший контент. Да все равно какой-то. Он получает 4 балла. Наверняка что-то вкуснее. Мне очень хочется, чтобы вот такой консистенции зефир был без сахара. Какой-то найти. Если я найду еще, я попробую обязательно. То есть мы на этом канале будем добиваться самого вкусного зефира. Потому что я, в принципе, зефир это вкусный деликатес, который к чайку-то. Хоп-хоп. Вроде он не сильно калорийный. Клопочки, парочку штук закинул после еды. Тебе хорошо, сладенько. Почти вкусности. Откровенно, не вкусности. Откровенно, почти гадости. Но съедобно. Вот такой у нас обзорчик сегодня был на зефир. Магазинские войны продолжаются. И полезные продукты иногда бывают гораздо вкуснее, чем обычные продукты, которым превысок наш обычный среднестатистический человек. Но это не тот случай. Здесь побеждает обычность. Ну а вы ставьте лайк и, конечно же, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал Истинный Маг. Плюсом, если кто не знает, я на всех своих ресурсах выложил очень интересную штуку. Если кто хочет общаться с Соколом лично, плотно и прям каждый день быть на связи, то закрытый секретный чат в телеграме с платной подпиской, к которой ему уже можно... Вот, вместо этого я прорекламирую описание под своими видосами, стримами. Там есть, значит, группа ВКонтакте, рассылка о стримах в телеграме, заходите на стримы обязательно. Закрытый телеграм-чат, как у Сокола, у нас тоже есть. К нему доступ по подписке на Бусти, где также есть ранний доступ к некоторым реакциям и закрытый просто какой-то годный контент по типу рубрики «Колхозное сведение». Вот, это заебись. Установить, но пока безрезультат. С вами был Сокол, истинный маг, и это были вкусности и гадости. Да пребудет с вами сила! Все. Спасибо большое, учитель Хейз, за раз. Вот, все. Это, наверное, на Бусти не пойдет, сразу выложим и все. «Колхозное сведение»